Рабочая неделя после масштабного празднования юбилея города Видное и Дня Ленинского района для главы муниципалитета Олега Хромова началась посещение ряда предприятий газовой отрасли, чтобы поздравить их сотрудников с прошедшим профессиональным праздником. Виктория сотрудница одного из крупнейших научных институтов в стране «Газпром» в НИИГАЗ. В этой структуре она работает уже около 20 лет. Награде женщина очень рада. Ей приятно, что работу, которую она вместе с коллегами делает изо дня в день, высоко оценили. «Большое спасибо. И труд, я считаю, что это труд не только мой, а труд моих коллег, где совместно мы добиваемся больших и малых успехов. Успехов на благо общества». В ходе встречи глава и директоры института обсудили возможные варианты сотрудничества на муниципальном уровне. Стороны договорились, что во ВНИИГАЗ будет проведен ряд семинаров для школьников на предмет ознакомления подрастающего поколения с инженерными специальностями. Это сделано для того, чтобы привлечь молодежь в данную профессию. «Мы, возможно, приступим к сотрудничеству с ВНИИГАЗом по программе, которую мы сейчас реализуем на базе нашего колледжа «Московия». Вы знаете, что эта программа называется «Приток». И мы готовим специалистов для аэропорта Домоделла. Так что у нас есть также подготовка узких специалистов по рабочим специальностям для коксогазового завода. И мы хотели бы для ВНИИГАЗа также готовить будущих специалистов». Далее путь главы лежал на московский газоперерабатывающий завод, где также предстояло наградить самых трудолюбивых сотрудников предприятия. «Спасибо, господи. Пожалуйста, небольшой поправок». На газоперерабатывающем заводе производится более 300 видов различных газов – от промышленных до медицинских. Помимо этого, на производстве располагается цех, где бензиновые автомобили переводят на газовое топливо, которое имеет выгодные экономические характеристики. Экономия по сравнению с заправкой автомобиля бензином составляет порядка 30%. «Газовое топливо является экологически чистым, и его выбросы не вредны для окружающей среды. И вопрос именно перевода общественного транспорта в Московскую область стоит достаточно остро. Но для этого нужно строить достаточное количество газовых заправок, для того, чтобы это было и экономически выгодно, и доступно, так как не всегда транспорт сможет доехать до соответствующих заправок». Пока в районе только одна такая заправка, и находится она рядом с предприятием. Но, возможно, в будущем весь муниципальный транспорт перейдет на газовое топливо. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.